Здравствуйте! Чем запомнилась уходящая неделя, расскажут корреспонденты телеканала и я, Владимир Токмаков. Смотрите в выпуске. Депутаты определились. 18 сентября избиратели Алтайского края решат, кто будет представлять их в Краевом законодательном собрании и Государственной Думе. Старт предвыборной гонки был дан на внеочередной сессии АКЗС. 630 миллионов на капремонт. Более 300 новых крыш появятся в Алтайском крае. Планы на реализацию программы капремонта озвучены в Краевой столице. В поселке Затон подтоплены 55 приусадебных участков. Синоптики прогнозируют дожди. МЧС сообщает. Ситуация под контролем. Алтайские депутаты определились с датой начала избирательной кампании. На этой неделе состоялась внеочередная сессия Краевого законодательного собрания. 18 сентября избиратели Алтайского края проголосуют за депутатов АКЗС и Государственной Думы. 34 депутатов АКЗС изберут по одномандатным округам, столько же по партийным спискам. 4 депутата, избранные по одномандатным округам, будут представлять Алтайский край в Госдуме. Еще несколько мест в российском парламенте представители региона могут получить при голосовании по партийным спискам. Сессия законодательного собрания сегодня прошла быстрее, чем обычно. За полтора часа депутаты рассмотрели 9 вопросов. Среди них исполнение Краевого бюджета на 2015 год, а также бюджеты территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как отметили депутаты, все обязательства были исполнены. К тому же в бюджете выросла доля социальных расходов. Несмотря на то, что мы где-то чуть более полтора миллиарда сократили, сократились собственные доходы НДФЛ и налог на прибыль, но за счет работы Краевой администрации очень активно дополнительно было привлечено 13 миллиардов рублей. Поэтому в докладе, что и собственные доходы, и в целом бюджет, в общем-то, к уровню 2014 года оказался выше. Главным вопросом повестки стало утверждение даты предстоящих выборов депутатов АКЗС седьмого созыва. На них будет применяться новая схема одномандатных округов, которую приняли в январе этого года. 34 депутата будут избраны по округам, столько же по партийным спискам. В настоящий момент в регионе зарегистрирован 1 миллион 888 тысяч 643 избирателя. Эту цифру озвучили на сегодняшней сессии. Сегодня мы предлагаем выборы назначить на 18 сентября депутатов Крайозаконодательного собрания седьмого созыва. Постановление будет в конце этой недели опубликовано в Алтайской правде. После этого старт избирательной кампании, уже и политические партии могут выдвигать своих кандидатов, ну и самодвиженцы при необходимости тоже могут начинать выдвигаться, собирать подписи. Еще одним результатом сессии стало решение о создании общественного совета в сфере закупок при АКЗС. В него войдут независимые эксперты. Также депутаты подвели итоги работы в первом полугодии над проектами федеральных законов. Из 25, на которые депутатам предстояло дать отзыв, они поддержали 13. В частности, среди них законопроект, который накладывает ответственность за несоблюдение требований безопасности движения при строительстве дорог. Алена Февраль, Анатолий Фукс, Новости. Более 300 новых крыш появится в Алтайском крае. В регионе продолжается программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Общая стоимость капремонта домов в крае в этом году – 630 миллионов. Это средства, накопленные собственниками на общем счете фонда регионального оператора. На одном из объектов Барнаула побывала наша съемочная группа. Разрушенные плиты, дырявые карнизы и протекающие потолки. С такими условиями жильцы пятиэтажки по улице энтузиастов в Барнауле мерятся уже полвека. За это время здание ни разу не реставрировали. Но в начале года дом включили в краевую программу капремонта. На протяжении многих лет нам делали ремонты латочные. И жильцы пятых этажей очень-очень были недовольны теми ремонтами. Сейчас мы стараемся контролировать ремонт. У нас есть уполномоченные неоднократно. Они поднимались на крышу дома. Работы начали около месяца назад. Ежедневно на крыше трудится бригада из 10 человек. Строители уже демонтировали старую кровлю и приступили к укладке новой. Она будет сделана из современного материала – техноэласт. Самый крепкий материал на сегодняшний день. Гарантию на него 25 лет дает завод-изготовитель. Эта мягкая кровля укладывается путем плавления. То есть проплавки нижнего слоя наплавляемого материала и приклеиваем к бетонному основанию. Кроме дома на энтузиастов, сегодня в крае работы завершены уже на 161 объекте. Из них на 127 также поменяли кровлю. Общая стоимость капремонта домов в регионе в этом году – 630 миллионов. Это средства, накопленные собственниками на общем счете фонда регионального оператора. Александр Молчанов, Роман Хайрулин. Новости. В Алтайском крае прошел региональный конкурс мастерства среди дорожников. В нем приняли участие шесть подрядных организаций. Победители отправятся на чемпионат Сибири в Новосибирск. А после – на всероссийский конкурс в Крым. Кто эти счастливчики, узнавала наша съемочная группа. На улице плюс 30, в кабине машиниста плюс 40. Градус волнения и вовсе зашкаливает. Первыми на старт выходят грейдеристы. С помощью многотонных машин они обычно расчищают грунт. Но сегодня пришлось иметь дело с кубиками. Их нужно сбить, не задев при этом маленький стул. На выполнение задания судьи отводят три минуты и дают всего две попытки. Есть уже нарушение. Сбил вот этот водитель один стульчик. Не сбил, один из кубиков. Уже балл. Штрафной балл уже, да, получил? Да, уже штрафной балл. Здесь волнуешься. Но там уже привычно уже. Как-то уже все, само собой. Это самый сложный этап для водителей-экскаваторов. Наполненной водой бутылкой, подвешенной за зуб ковша, нужно сбить конус. Такая ювелирная точность, считают дорожники, пригодится в реальной работе. Особенно, когда работаешь с трубами. Там важен каждый сантиметр. Ну как впечатление? Довольны собой? Нет, не довольны. Почему? Потому что ни разу не работал на таком, как бы надо тренировки. В дорожной отрасли края трудится 4,5 тысячи человек. Лучших среди своих алтайские дорожники выбирают вот уже 16 лет. Мы ждем, самое главное, это у нас общение. Общение людей наших дорожных профессий. Это бульдизеристы, гридеристы, это машинисты-погрузчиков, водители автомобилей. То есть вся линейка дорожных рабочих, которые делают наш край лучше, то, что они умеют делать. Но сегодня они между собой посоревнуются, кто из них, скажем так, лучший профессор. Как в любом соревновании, здесь успех тоже зависит от фортуны. Некоторые победители прошлых лет отсеялись на первом же этапе. А те, кто не рассчитывал на победу, выбился в лидеры. Например, Анатолий Берг. Он самый молодой дорожник в нашем регионе. Ему 24. Я не ожидал, честно, я не ожидал, потому что здесь, конечно, конкуренция очень большая. Потому что опыт работы у них, не знаю, 10 лет, даже не могу никак сказать этого. Но у меня всего лишь полгода, я как-то для себя, я просто шокирован. В общекомандном зачете победила северо-восточная ДСУ. Остальные поделили места в личных зачетах. Победители получили грамоты, призы и подарки от спонсоров. В июле лучшие дорожники отправятся на чемпионат Сибири в Новосибирск. А после на всероссийский конкурс в Крым. Дмитрий Гладких, Дарья Масолова, Дмитрий Козерлыга. Новости. Уровень воды в АБИ превысил критическую отметку. Вода продолжает пребывать. На особом контроле барнаульский поселок Затон. Здесь подтоплены 55 приусадебных участков. Жилые дома не пострадали. На месте работает оперативная группа МЧС. На случай эвакуации готовы пункты временного размещения, пока ими никто не воспользовался, заверили спасатели. Однако на территории Алтайского края, Республики Алтай, движется циклон, который принесет с собой дожди и грозы. А это может ухудшить обстановку. Оставайтесь с нами и вы узнаете. Замкнуть золотое кольцо. 180 миллионов рублей направлено на строительство нового моста через Чирыш. Балет по Шукшину. Впервые, по рассказам Василия Шукшина, ставят балет. Премьера состоится в Барнауле. Настоящую рыбалку и сон на пчелах приготовили на бирюзовой катуне к открытию пляжного сезона. На будущее туристической зоны алтайские чиновники смотрят с оптимизмом. По данным глав экономики, за два последних года на ее развитие направили 2 миллиарда рублей. Ежегодно ее посещают 400 тысяч человек. Тур-поток за последние годы увеличился в два раза. Подробности в сюжете. На бирюзовой катуне в эти дни аншлаг. Жара гонит туристов на природу, к воде, чистому воздуху и хорошим впечатлениям. На стоянках автомобили с номерами почти всех сибирских регионов. Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей. Есть гости из Красноярской Тюмени, а также из Центральной России, из Урала. Они обычно отдыхают на Алтае неделю, а то и две. На этих выходных на бирюзовой катуне состоялось официальное открытие пляжного сезона. Сегодня открывается сезон. Очень большое количество человек из разных регионов. Все хотят посетить, посмотреть, попробовать новые места. И у нас здесь есть и лежаки, и катамараны, и горки вскоре откроются. В общем, все люди довольны, погода замечательная. Всех ждем. Природа, красота, горы. Горы и песок, конечно, это вот другое сравнение. Там есть в Эмиратах песок, здесь горы. Вот здесь воздух чистый. Люди приезжают сюда. Любители прекрасного оценят современную картинную галерею. Для туристов, приезжающих за гастрономическими впечатлениями и экологически чистыми продуктами, знаменитая пасека, где можно отведать медовухи, запастись десятками сортов меда и пройти экзотическую терапевтическую процедуру «Сон на пчелах». Ведется строительство баз с недорогими номерами. Инвесторы обещают построить настоящий аквапарк. Бирюзовый Катунь сегодня единственная в своем сегменте действующая турзона с реальными инвесторами и инфраструктурой. У нас, во-первых, появятся гостиничные комплексы. У нас зашел резидент, который будет строить парк развлечений и аквапарк. Также у нас зашли такие узконаправленные резиденты, которые будут развивать скалолазание и альпинизм, то есть именно в широкодоступном формате. В этом сезоне на Бирюзовой Катуне появилась настоящая рыбалка. Любителям семейного отдыха организаторы предлагают посидеть с удочкой на берегу искусственного озера, в которое на днях запустили 10 тонн рыбы, от Акуней до Сазанов. Разместиться можно здесь же, в современном гостиничном комплексе. Отметим, ежегодно на Бирюзовой Катуне отдыхает почти 400 тысяч человек, и за последние годы турпоток увеличился почти в два раза. Краевые власти видят будущее турзоны в постоянном и качественном развитии. А в краевой столице предлагают проехать 3000 километров на круизном лайнере. Впервые после 25-летнего перерыва по сибирским рекам будет курсировать ремикс. В рамках пятидневного тура теплоход причалил к пристани Барнаула. На корабле побывала наша съемочная группа. Из Берска до Барнаула через Авьялово и обратно в Берск. Кратчайший пятидневный тур. Построенный более чем полвека назад в Будапеште, теплоход-ремикс отремонтировали, и теперь внутри корабля настоящий трехзвездочный отель. И только за бортом шум волн. Внутри же ничуть не укачивает. Безопаски могут путешествовать даже те, кто боится морской болезни. На этом теплоходе всего 30 кают пяти категорий. От категории кают эконом-класса, это когда двухместная каюта со всеми необходимыми базовыми вещами, дальше идут каюты комфорт, и основная часть кают теплохода это каюты люкс. На теплоходе организовано четырехразовое питание, существует два ресторана. За право почувствовать себя моряком придется заплатить более 20 тысяч рублей. И так по нарастающей до 700 тысяч. Это за целый месяц путешествия до Салихарда. К такому длительному маршруту теплоход полностью готов. Плавучесть лайнера успели проверить на участке Новосибирск-Барнаул. Отошли нормально, без проблем. Спасибо вашим местным путейцам. Скорость у нас была около 14 километров в час средняя, в связи с высоким уровнем воды на вашем участке. Ну, достаточно нормальное для движения. В скором будущем круиз раскрутят до европейского уровня, обещают туроператоры. Сам же маршрут – яркая иллюстрация того, что сибирский внутренний туризм развивается полным ходом. Путешественники, запоминайте маршрут. Из Барнаула теплоход отправится в Берц, далее в Новосибирск. Там для некоторых туристов закончится пятидневное путешествие. После чего с остальными проплывет 2000 километров до Салихарда, вернется в Омск, ну а далее в Новосибирск. Вот такое вот путешествие. Елена Хорошавцева, Дмитрий Козерлыга, новости. Золотое кольцо Алтая – один из наиболее перспективных маршрутов по удивительным местам региона. В рамках развития проекта скоро появится новый мост через реку Чирыш в Краснощоковском районе. Он сможет выдержать нагрузки в 80 тонн. На строительство направлено 180 миллионов рублей. По туристическому маршруту прокатились наши корреспонденты. На дороге, ведущей в село Чинита Краснощоковского района, строят новый мост через реку Чирыш. Здесь проходит туристический маршрут «Золотое кольцо Алтая». За этими горами находятся Чинитинский заказник и Тегерекский заповедник. Сейчас туристы переезжают на другой берег по старому подвесному мосту. Однако его конструкция совсем небезопасна. Старый мост построили еще в 90-х. Его грузоподъемность не более трех тонн. Но так как это единственная дорога, ведущая в Чиниту, водителям большегрузов приходится рисковать. Так три года назад мост не выдержал груженного углем КАМАЗа и в этом самом месте оборвался. К счастью, никто не пострадал. Машину достали, а мост укрепили. Но, учитывая поток туристов, власти решили, необходимо построить новую переправу. Ее возведения начали прошлой зимой. Ежедневно на объекте работает бригада из 30-40 человек. На воде дежурят спасатели. Строители уже установили 140-метровую металлическую конструкцию моста. Сейчас укладывают дорожное полотно. Оно будет деревянным, из лиственницы. Лиственница – это самое прочное дерево. Оно не боится влаги. От влаги оно становится еще крепче, каменеет. Ну, как в Венеции. У нас же все на лиственнице стоит. Сосна, пихта, она бы испортилась. И пришла бы в негодность. Лиственница гораздо прочнее. Новый мост сможет выдержать нагрузки в 80 тонн. Движение по нему будет односторонним. Ширина проезда – 6 метров. На строительство направлено 180 миллионов рублей. Это средство краевого бюджета. Сдать объект планируют осенью следующего года. А после открытия движения по новому мосту старый полностью демонтируют. Александр Молчанов, Анатолий Фукс. Новости. Впервые на сцене герои Шукшина оживут в балете. Современную хореографию по рассказам нашего земляка ставят в Барнауле 4 молодых балетмейстера. Спустя год подготовки в краевой столице начала работать творческая мастерская легендарного хореографа Владимира Васильева. Зрители с нетерпением ждут премьеры. Она состоится в июле на Всероссийском фестивале «Шукшинские дни» на Алтае. Вот уже несколько дней утро этих танцовщиков начинается по-новому. С часа современной хореографии. Все бы ничего, вот только разминка в таком жанре для них дело непривычное. Для нас это неожиданно, потому что не совсем владея такой техникой, мы сейчас в таком затруднительном положении, очень много работаем. Нам приходится по 10 часов осуществлять постановки. Интересно вытащить из них какое-то новое движение, новую пластику. Естественно, у них болят тела, естественно, голова перенасыщена информацией. Но все только начинается, потому что я первый хореограф, еще будет три. Четыре хореографа из Санкт-Петербурга, Красноярска и Минска. Поочередно по пять дней каждый из них будет работать с ансамблем песни и танца Алтая. В рамках мастерской известного балетмейстера, народного артиста СССР Владимира Васильева, они поставят одноактный балет по рассказам Василия Шукшина. Каждый из нас абсолютно разный. И я думаю, в этом заслуга Владимира Викторовича Васильева тоже, что нас объединяет в одно целое. С одной стороны, это четыре разных стиля, с другой стороны, это четыре разных настроения, с третьей стороны, это четыре разных произведения, которые мы берем. Чтобы подготовиться к проекту, Константин досконально изучил биографию Шукшина и прочитал десятки его рассказов. Самый любимый – «Охота жить». По нему он и ставит свою часть балета. Мы добавляем туда вокал, добавляем туда определенный текст в несколько мест и добавляем туда вокалист. То есть получаются совершенно уникальные вещи, мне кажется, очень красиво звучит. Это было бы очень хорошо, если бы люди пришли на спектакль, прочитав как раз те произведения, которые будут. Но язык танца, наверное, тем и уникален, что даже не читая произведения, по драматургии, по сюжетной линии, достаточно все понятно. Репетиции с утра до ночи и никаких выходных. У артистов задача максимум – успеть к концу месяца. 26 июня в Барнаул приедет сам маэстро Васильев. Соберет труды учеников в единую постановку, ну а зрителям останется лишь дождаться премьеры. Она состоится 20 июля на Всероссийском фестивале «Шукшинские дни на Алтае». Анастасия Романова, Алексей Шаульский. Новости. В Белокурихе строят буддийскую ступу медицины. И это лишь часть новой деревни под названием Алтайская Шамбала. Знаменитый скульптор Владимир Войчишин продолжает удивлять гостей города-курорта своими неожиданными работами. Будущие достопримечательности ведет извилистая дорога. 8 километров по серпантину, еще два по бездорожью. Это место спрятано от посторонних глаз. Именно здесь скульптор Владимир Войчишин и решил установить так называемую ступу медицины. Нужно людей не только физически, но и духовно излечивать. Так как у нас с нравственностью уже последние годы слабовато, сейчас все это понемножку возрождается. Ну и вот это все для того, чтобы духовность была. Что не только век потребления, но и задумался человек о себе, о ближних. Ступы – это символ буддийской вселенной. В переводе с санскрита означает вершина. Архитектура в каждой стране разная. По буддийским правилам, чтобы ступа заработала, в нее нужно заложить освященные реликвии. В нашу алтайскую ступу поместят 108 томов буддийского писания и тысячу маленьких будд. Все это Войчишину подарил руководитель буддийского центра в Улан-Удэ Еларин Поча. Вот эти культовые сооружения он подарил для того, чтобы в алтайском крае всегда был мир, благополучие и финансово. Это защита края. Вот эти два объекта – это будет защита алтайского края. На вершину ступы водрузят статую Будды и Зоникса высотой 1 метр. Открытие запланировано на 10 июля. Впрочем, этот объект – далеко не все, что хочет построить Войчишин в алтайской Шамбале. Так он назвал новую деревню в окрестностях Белокурихи-2. Каждый месяц он строит по одному арт-объекту. На входе туристов встречает огромный стул, а на нем – маленький мыслитель. Пройдете чуть дальше и увидите телегу, вгруженную огромными цветными карандашами. Это поляна художников. Жаль, порисовать такими нельзя. Три огромных карандаша, а вот этот маленький растет еще, четвертый. Белокуриха-2. Вот он, Б-2. Это все из дерева? Это все, да, деревянное. Владимир Войчишин намерен полностью воссоздать старую славянскую деревню. Будет здесь и дом купца, и дом знахарки, а еще винокурня и пекарня. Объекты будут действующими. Так что, если устанете от городской суеты, Белокуриха вернет вашу жизнь в спокойствие. Дарья Масолова, Сергей Седых. Новости. Такой была неделя. Спасибо, что провели ее вместе с нами. Хороших выходных и до встречи.